Фонда SCP. Сарай товарища Краснова. Объект номер SCP-1225-RU, класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Во всех официальных источниках область в радиусе 2 км от SCP-1225 значится как территория, на которой размещен склад боеприпасов. По периметру данный участок обнесен металлическим ограждением, в четырех точках возле которого организованы охранные посты. Сотрудники службы безопасности, одетые в стандартную форму военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, должны регулярно осуществлять патрулирование внешнего периметра. Всех лиц, пытающихся проникнуть на закрытую территорию или проявляющих к ней повышенное внимание, необходимо задерживать и допрашивать. При необходимости дозволяется использование амнезиаков. В область полутора километров от SCP-1225 запрещено заходить всем сотрудникам фонда, за исключением персонала класса D, во время проведения одобренных испытаний. Назначенные на охрану объекта сотрудники должны проходить ежемесячное психологическое обследование. Также они обязаны сразу же сообщать куратору SCP-1225 обо всех возникающих у них приступах паники. За всеми жителями, находящейся поблизости деревни, которые ранее подвергались воздействию объекта, должно быть установлено периодическое наблюдение, проводимое раз в год в течение месяца. Перечень данных лиц со всей имеющейся у них информации, смотри в прилагающемся документе 1225-LP-1. Поиск других людей, которые в прошлом были затронуты эффектами SCP-1225, является низкоприоритетной задачей по причине временного характера, последствий воздействия и их общей безопасности как для потерпевшего, так и для его окружения. Описание. SCP-1225 представляет собой деревянное сооружение 1900 года постройки, находящееся на расстоянии примерно 10 километров к юго-востоку от деревни. Область. Россия. Объект сделан из древесины дуба. В северной его стене находится незапертая дверь из того же материала. Оконные проемы отсутствуют, как и какие-либо предметы обстановки внутри. В центре помещения находится вмонтированный в пол чугунный люк размером 90 на 90 сантиметров. На территории в радиусе 1 километра от SCP-1225 постоянно действует аномальный эффект, затрагивающий всех попадающих в данную область людей. Попавшие под его воздействие субъекты начинают испытывать сильнейшее чувство тревоги, впоследствии чаще всего описываемое как ощущение большой опасности. При этом на границах территории действия аномалии оно проявляется особенно сильно, а по мере продвижения затронутых лиц к SCP-1225 постепенно слабеет. Внутри сооружения воздействия практически отсутствует. В связи с данной особенностью, большинство затронутых эффектом объекта лиц инстинктивно движутся по направлению к SCP-1225. Подобное, однако, происходит не всегда. В ряде зарегистрированных случаев, подвергшиеся воздействию субъекта, чаще всего это люди, у которых внушаемое чувство тревоги вызывало паническую атаку, теряли контроль над своими действиями и начинали двигаться в случайных направлениях, при этом часто выходя за пределы радиуса действия аномалии и, соответственно, освобождаясь от его влияния. Каких-либо долговременных последствий воздействия у подобных лиц не наблюдалось. Люди, оказавшиеся в SCP-1225, в конечном итоге открывают находящийся там люк и спускаются внутрь, после чего крышка люка за ними самопроизвольно захлопывается. Судя по всему, какие-либо дополнительно аномальные эффекты, заставляющие их делать это, отсутствуют. И подобные действия являются лишь следствием сложившихся обстоятельств, поскольку любые попытки субъектов отдалиться от сооружения приводят к усилению чувства тревоги. То, что происходит с людьми, которые спустились в люк, зависит от их возраста и половой принадлежности. Все лица, принадлежащие к женскому полу, а также мужчины моложе 18 лет или старше 30, приведены примерные возрастные значения. Реальная выборка, по всей видимости, ведется исходя из соответствующего указанным возрастным категориям внешнего вида. Выбираются из люка спустя примерно 30 минут. При этом они приобретают временный иммунитет к воздействию SCP-1225, сохраняется около одного часа, что позволяет им беспрепятственно покинуть аномальную область. При последующих опросах такие субъекты утверждают, что под люком находится небольшое помещение цилиндрической формы, стены которого обиты железом, а в полу имеется еще один люк, аналогичный тому, через который они прошли. Судя по их показаниям, как только верхний люк закрывается, помещение начинает заполняться дымом, при вдыхании которого они теряют сознание и не помнят ничего, что происходит с ними в дальнейшем. Медицинское обследование выявляет в их организмах следы галатана и фентанила. Также обнаруживаются признаки введения инъекций в район плечевого сплетения. Каких-либо изменений в психологическом плане, равно как и любых других долговременных последствий, у подобных субъектов не наблюдается. Если в находящейся в SCP-1225 люк спускаются субъекты, принадлежащие мужскому полу, возраст которых составляет от 18 до 30 лет, то повторно они появляются только спустя примерно 3 часа. Как и потерпевшие другие категории, они получают часовой иммунитет к воздействию объекта, а в их организмах будут присутствовать следы галатана и фентанила. Также стоит отметить, что на момент выхода подобных субъектов из SCP-1225 следы инъекций у них присутствуют не только в районе плечевого сплетения, но и в затылочной части головы. Несмотря на это, каких-либо инородных веществ, помимо описанных выше, в их организмах обнаружить не удалось. В отличие от лиц вышеописанной группы, такие потерпевшие также подвергаются долговременным психологическим изменениям. Во всех случаях подобные субъекты полностью теряют воспоминания за последние 2-3 дня, вплоть до момента своего пробуждения в помещении под SCP-1225 и последующего выхода из него. Кроме того, в течение последующих нескольких месяцев у них периодически проявляются признаки диссоциированной амнезии. Потерпевшие могут забывать именно родных и близких, отдельные факты из своей личной жизни, а также особенности обращения с некоторыми технологическими устройствами. Как правило, это приборы, получившие широкое распространение в последние 20 лет. Подобные провалы в памяти всегда являются временными. В конечном итоге субъекты всегда вспоминают забытую информацию. Помимо этого, в ряде случаев фиксировались кратковременные симптомы диссоциативного расстройства идентичности, в частности, изменения устоявшихся личностных поведенческих шаблонов, а также периодически возникающие трудности с самоидентификацией. Все подобные последствия полностью исчезают спустя срок от 1 до 6 месяцев после начала своего проявления. Факторы, влияющие на такую разницу во времени, пока что точно не установлены. Однако была замечена некоторая корреляция между временем до исчезновения признаков психологических изменений и общей психологической устойчивостью потерпевших. У лиц с высокой психологической устойчивостью указанные симптомы проявляются в течение более длительного промежутка времени. Обстоятельства обнаружения Объект привлек внимание фонда в апреле 2000 года, после появления в местной газете города статьи, посвященной проклятому месту, находящемуся возле деревни той же области. Расспросы местных жителей позволили установить основные свойства оказываемого воздействия, которые затем были подтверждены в ходе экспериментов. Было проведено расследование касательно истории данного сооружения, в ходе которого выяснилось, что участок, на котором находится SCP-1225, в октябре 1900 года был выделен под строительство дачи Петру Семеновичу Краснову, заместителю председателя областного исполнительного комитета. Строительство началось 2-го, 11-го, 1900. Однако через 8 месяцев было приостановлено из-за смерти П.С. Краснова в результате дорожно-транспортного происшествия, а 1-го, 9-го, 1900 полностью прекращено среди текущего населения деревни. Нашлись жители, заставшие время данной стройки и подтверждившие факт ее проведения. Каких-либо подробностей, однако сообщить они не смогли. В качестве причин подобных затруднений назывались проблемы с памятью. Приложение 1 Все попытки исследования помещения, помещений под SCP-1225 с помощью видеоаппаратуры или датчиков, установленных на испытуемых, ни к чему не привели. Любая форма связи с подопытными субъектами обрывалась сразу же, как только они попадали в цилиндрическое помещение, а люк за ними закрывался. При повторном появлении в SCP-1225 у подопытных испытуемых отсутствует вся выданная им аппаратура, включая и подкожные датчики. В последнем случае их извлечение происходит явно хирургическим путем. 7.06.2000 был проведен сейсмический анализ и радиолокационное зондирование территории действия аномалии. Были получены противоречивые данные. Вероятность наличия под землей экранированного помещения помещений по-прежнему не исключается. Выдержки из протокола экспериментов 12.25Е2 Эксперимент номер 11.25.2 Дата 12.07.2000 Испытуемая Д-42.24.6 Женщина 27 лет Цель эксперимента Попытка повторного открытия люка в SCP-1225 с объектом, который уже побывал в цилиндрическом помещении под ним и приобрел временный иммунитет к основному воздействию объекта. Результаты Открыть люк не удавалось в течение часа. Время проявления возможности его повторного открытия совпало со временем исчезновения иммунитета к основным эффектам SCP-1225. В соответствии с проведенным до начала эксперимента инструктажем Испытуемая еще раз спустилась в цилиндрическое помещение, где, по ее словам, произошло то же самое, что и при первой попытке. Повторно приобретя иммунитет к действию аномалии, Д-42.24.6 успешно покинула охватываемую ей область. Эксперимент номер 11.25.4 Дата 17.07.2000 Испытуемая Д-47.17.2 Женщина 34 года Выданное оборудование Газокислотный инжекторный резак с баллоном сжатого ацетилена объемом 40 литров Доставлен в SCP-1225 во время предыдущего эксперимента Изолирующий дыхательный аппарат на шлемный фонарь переговорное устройство Цель эксперимента Скрытие второго люка находящегося внутри цилиндрического помещения Результаты Испытуемая успешно спустилась в цилиндрическое помещение и сообщила, что приступает к выполнению задачи Сразу после этого связь не оборвалась Через установленное время испытуемая не появилась Обследование проведенное с помощью средств удаленного наблюдения показало, что в наземном помещении SCP-1225 она отсутствует На следующий день запланировано проведение проверочного тестирования Приложение 2 18.07.2000 Аномальное воздействие оказываемое объектом на окружающую территорию прекратилось После пробного периода ожидания длительностью в 24 часа в SCP-1225 была отправлена исследовательская группа из четырех сотрудников класса D действия которой контролировались с помощью радиосвязи Группе удалось успешно вскрыть оба люка Под цилиндрическим помещением на глубине 10 метров был обнаружен бункер серьезно пострадавший от пожара который явно произошел в течение последних 48 часов По всей видимости он был разработан для проживания одного человека в течение нескольких десятков лет Примерное время его постройки соответствует сооружению SCP-1225 Внутренняя энергосеть бункера была подсоединена к проходящей неподалеку линии электропередач Канализационная система подключена к септику с функцией самоочистки Помимо помещений стандартных для такого рода сооружений жилая комната кухня хранилище продуктов склад инвентаря санузел совмещенный с душевой В бункере были обнаружены две комнаты в которых находились останки двух устройств Определить их предназначение не представляется возможным Однако предполагается что или одно из них или они оба по совокупности отвечали за действующий на поверхности аномальный эффект Данные комнаты особо сильно пострадали от пожара По всей видимости возгорание началось именно в них Также некоторые особенности обнаруженных на приборах повреждений свидетельствуют о том что они были выведены из строя еще до пожара В пользу этого говорит и найденный в одном из помещений оплавленный боек кувалды Кроме того в жилой комнате рядом с кроватью были обнаружены останки некого устройства схожего с барокамерой В бункере были также обнаружены обгорелые останки двух людей Одни из них были опознаны как принадлежащие сотрудницы класса D исчезнувшей во время эксперимента от 17.07.2000 Вторые принадлежали мужчине возрастом около 85 лет Личность его установить не удалось Причиной смерти в обоих случаях является пулевое ранение в голову Причем в случае с мужчиной похоже имело место самоубийство Попытки его идентификации все еще продолжаются Возле тела мужчины были обнаружены остатки документации Однако помимо отдельных букв и цифр разобрать в них что-либо не представляется возможным В связи с новыми обстоятельствами рассматривается присвоение объекту статуса нейтрализованного Приложение 3 В ходе расследования проведенного по личной инициативе одного из научных сотрудников до назначения на SCP-1225 занимавшегося исследованием документации связанной с отделом П ГРУ СССР было выявлено портретное сходство между Петром Семеновичем Красновым первоначальным владельцем земельного участка на котором находился объект и одним из специалистов отдела П проходившего под псевдонимом Вольный Среди проектов в которые был вовлечен данный специалист присутствовали эксперименты связанные с воздействием на память внушением различных эмоций и копированием данное удаленное Было произведено вскрытие могилы Краснова подтвердившее факт наличия там тела однако достоверно установить что оно принадлежит или не принадлежит именно Краснову пока что не удалось Приложение 4 1.10.2000 должно было быть начато стандартное ежегодное наблюдение за жителями деревни которые ранее подвергались эффектам SCP-1225 однако выяснилось что все 11 граждан относящихся ко второй категории то есть являющиеся лицами мужского пола возраст которых на момент аномального воздействия составлял от 18 до 30 лет в течение последних двух месяцев покинули данный населенный пункт при этом не уведомив родных и близких о причине своего отъезда и не оставив никакой контактной информации в ходе опросов членов семей и знакомых скрывшихся субъектов выяснилось что признаки их подготовки к отъезду начали проявляться примерно в то же время когда был обследован бункер под SCP-1225 также стоит отметить что перед своим отъездом они уничтожили практически всю личную документацию но некоторые их записи все же удалось обнаружить каких-либо конкретных сведений из них извлечь не удалось желающие могут ознакомиться с их содержимым в документе 1225 PR1 однако более примечательным является тот факт что почерк на всех записях абсолютно одинаков при этом он не соответствует почеркам которые рассматриваемые субъекты применяли в повседневной жизни в настоящее время ведется поиск сбежавших лиц приложение 5 сравнительный анализ почерка на изъятых записях принадлежавших скрывшимся жителям деревни и почерк на остатках документации найденной в сгоревшем бункере выявил полное сходство поиску сбежавших лиц присвоен высокий приоритет подписывайся на канал и не забудь поделиться этим видео с друзьями ведь чем нас больше тем чаще выходят ролики ну а на сегодня все и конечно спасибо всем моим дорогим спонсорам и тем кто поддерживает канал материально также в описании ты найдешь ссылку на бусте где я публикую весь арт из истории аудиоверсии видосов ну и много всего интересного заходи смотри и слушай пока пока